Ракету-носитель «Союз-2.1А» установили на стартовой площадке космодрома Байконур в рамках подготовки к запуску на Международную космическую станцию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18». Корабль назван именем первого космонавта Юрия Гагарина. Его имя также нанесено на поверхность бытового отсека корабля, а официальная символика празднования 60-летия полета человека в космос размещена на обтекателе ракеты-носителя. Запуск ракеты «Союз-2.1А» кораблем «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Робак из Симферополя 10 июня отпраздывает свой 96-й день рождения. Несмотря на почтенный возраст, мужчина сохраняет бодрость не только духа, но и тела. Иван Иванович практикует самые настоящие асаны из йоги, которые занимаются с молодости. Помимо йоги ветеран увеличен прогулками на природе, выращиванием домашних растений и уходом заземельным участком возле подъезда своего дома. Кроме того, Иван Иванович до сих пор самостоятельно водит машину и призывает молодежь вести здоровый образ жизни. Воздать должное своего кумиру португайский шоколатье Джорд Кардосо решил с помощью сладостей. Он создал шоколадную скульптуру футболиста Криштиану Роналду в натуральную величину. Фигура Роналду точь-в-точь повторяет параметры футболиста, в том числе и рост – 187 см. Однако шоколад весит гораздо больше мышц и костей, поэтому Кардосо потребовалось 120 кг для изготовления фигуры. По словам автора, статую он создавал после рабочего дня в свое свободное время. Процесс изготовления занял более 200 часов. Вейкбордисты из Нижнекамска открыли сезон катания, не тратя время на дорогу до ближайшего водоема. Участники городских покатушек на вейкбордах погоняли по грязной воде буксируемые электролебедкой и получили яркие эмоции от столь нетривиального занятия. Повышение температуры в связи с приходом весны в Татарстане привело к паводку, в результате которого несколько населенных пунктов оказались в изоляции. Уровень воды поднимался до полуметра над дорогой, а коммунальные службы не успевают справляться с паводком. Самарские сапсерферы открыли сезон, прокатившись на огромной льдине. Подобное мероприятие ежегодно проводится во Владивостоке и даже получило название «Угон льдины». Как рассказали организаторы акции в социальных сетях, заплыв длился около четырех часов и не обошелся без приключений. Десятки наблюдавших с берега людей так переживали за нашу безопасность, что обзвонились в МЧС с призывом нас срочно спасти. Сотрудники МЧС прибыли на судне на воздушной подушке и ошвартовали нашу льдину к берегу, а также вынесли предупреждение, сообщил один из экстремалов. Организаторы же не считают, что никто не подвергался риску, поскольку у всех участников есть опыт хождения на досках, спецодежда, веревка и все необходимое для самоспасения. Новая трещина длиной около полукилометра образовалась в районе вулкана Фагра-Дальс-Фиатадель. Разлом земной коры находится в километре от места первоначального извержения, начавшегося 19 марта. Вулкан расположен на полуострове Рейкиянос, примерно в 30 километрах от исландской столицы. Также было зарегистрировано увеличение скорости распространения лавы. Спасатели перекрыли дороги к вулкану и эвакуировали находившихся в этой зоне людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова